Уже на протяжении трех недель врачи поликлиник, офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов ведут вакцинацию гриппа в учреждениях и на предприятиях. За несколько последних лет эта процедура завоевывает все большее доверие у населения. Да и медики констатируют значительное снижение количества осложнений, которыми и страшен вирус гриппа. Вакцинацию медицинские работники проводят как в поликлиниках, так и с выездом на предприятия. Следующий, пожалуйста. Директор Кубань-Водоканала своим примером призвал всех сотрудников пройти процедуру вакцинации. Ведь общество с ограниченной ответственностью Кубань-Водоканал – это одно из стратегических предприятий отрасли ЖКХ Славянска на Кубани. И если здесь разразится эпидемия гриппа, особенно среди работников ремонтных бригад, то город рискует остаться без воды. Исходя из такой точки зрения, руководство Водоканала считает проводимую вакцинацию необходимой. Анализируя, допустим, деятельность за два года, если у нас, скажем, в 2015 году вакцинация была где-то на уровне 50%, да, 55%, на сегодня она у нас поднялась где-то процентов до 90%, потому что на самом деле в коллективе, особенно мы коснулись того года, когда сотрудники, которые проводили вакцинацию, их там какие-то моменты гриппозные не касались, то на сегодня у нас желающих гораздо больше. В связи с плотным графиком работ, проводимых сотрудниками Водоканала, поехать в поликлинику, чтобы сделать вакцинацию против вируса гриппа, здесь не представляется возможным. Потому больница сама приехала в организацию. Поэтапно на предприятии планируется привить около 300 человек, состоящих в штате. За три недели проведения вакцинации 2017 года только первая поликлиника сделала прививки от гриппа более чем 5000 славянцев. Уже привиты сотрудники практически всех объектов социальной сферы многих предприятий. В этом году намного больше. Сейчас поступила вакцина для беременных, и с этой недели мы прививаем беременных по желанию. Прежде чем сделать человеку прививку, медики спрашивают о его состоянии здоровья. Для того, чтобы организм нормально ее перенес, необходимо, чтобы после последней болезни прошло хотя бы две недели. Нужно понимать, что вакцина – это ослабленный вирус предполагаемого штамма гриппа, и организм должен на нем потренироваться в борьбе. Сто процентной защиты от болезни прививка не дает, зато позволяет не допустить развития осложнений, которые и несут основную опасность для человека. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».